Весьма спасительно питать свою душу нетленным и святым хлебом. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА Среди дней Страстной Седмицы Великий Четверг занимает особое место. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА В этот день Церковь вспоминает Тайную Вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками, апостолами. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА Тайная вечеря была совершена Христом за день до празднования Ветхозаветной Пасхи. Евреи совершали этот праздник в память о чудесном исходе из Египта, где они находились в рабстве в течение четырехсот лет. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА Как и многие другие события Ветхозаветной истории, праздник Иудейской Пасхи имел прообразовательное значение. Он готовил людей к принятию истинной Пасхи, истинного спасения от рабства, греху и смерти. Такое спасение должен был принести людям Сын Божий, новозаветный пасхальный агнец, закланный за грехи мира. Так велико и глубоко было падение людей, что только Сам Бог, добровольно приняв на Себя падшую человеческую природу, мог спасти человека. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА Господь преподает нам Себя в Таинстве Евхаристии, дабы каждый верующий в Него мог достичь главной и единственной цели своей жизни – приобщиться Божественной Любви. Приобщиться самого Божества. Тайная вечеря началась с омовения. Сын Божий, Творец мира, совершает обряд, который традиционно совершали рабы. Он омывает апостолам ноги. Ученики были поражены действиями их Божественного Учителя. Они молча принимали омовения. Только апостол Петр, человек горячий, не мог сдержать овладевших им чувств. Господи, – воскликнул Петр, – Тебе ли умывать мои ноги? На это Христос ответил, – что я делаю теперь, Ты не знаешь, а уразумеешь после. Если не умою Тебя, не имеешь части со Мною. Своим примером Господь показал не только любовь к ученикам, но и научил их смирению, чтобы они не считали за унижение для себя служить ближнему. И в наши дни, в Великий Четверг, за архиерейским богослужением порой совершается обряд омовения ног. По окончании литургии, при чтении Евангелия, об омовении ног, архиерей в память о смиренном поступке Христа омывает ноги священников. По традиции, в Русской Православной Церкви ее предстоятель, святейший патриарх Московский и всея Руси, освящает в Великий Четверг миру. Оливковое масло с примесью разных ароматов, которое варится в первые дни Страстной Седмицы. Освященное миру рассылается по епархиям и приходам. Святое миру используется в таинстве миропомазания. Оно совершается над человеком один раз в жизни, сразу после таинства крещения. Через миропомазание новокрещенный обретает полноту даров благодати Святого Духа. После омовения и прощальной беседы с учениками, Христос преломил хлеб и, благословив его, подал апостолам со словами «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Взяв чашу и благословив ее, сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». В скромной Сионской горнице происходит великое чудо. Человек, некогда отвергший Бога, вновь приобщается к Богу, источнику вечной жизни. В четверг Страстной Седмицы в храмах совершается божественная литургия. В этот день каждый верующий, по примеру апостолов, стремится соединиться со Христом в таинстве причащения. За богослужением несколько раз произносится молитва. «Вечери Твои я, тайные днесь, Сыне Божий, причастника мя приими». Эту молитву поет хор, читает священник, повторяют все верующие. В ней христианин просит у Бога соделать его причастникам Тайные вечери, ныне совершающейся в храме. Присутствуя в Страстную Седмицу на церковных богослужениях, представляющих нам все часы последних дней земной жизни Спасителя, мы станем свидетелями и величайшего события человеческой истории славного Христова Воскресения. Вечери Твои я, тайные днесь, Сыне Божий, причастника мя приими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова